Ну что, всем привет, дорогие друзья! Поговорим о Дональде Трампе. Вот вам и Дональд Трамп, как говорится. Что я и говорил раньше, что президент Соединенных Штатов вообще никак не влияет на политику США, что правительство Америки, оно всего лишь имеет, ну, президент, представительскую должность. Это не как у нас, что тот, кто президент, он и царь и бог, и поклоняемся ему. Ну и даже если бы это было не так, то, тем не менее, нигде не было написано, что Трамп будет отменять санкции, дружить с Россией, полная выдумка наших СМИ. То есть это исключено, как я и раньше говорил, никакой отмены санкций не будет, никакого мира не будет, никакой дружбы не будет, и вообще непонятно, что за было вылизывание в Думе, когда победил Трамп, кому там аплодировали в Госдуме, вообще это просто непонятно. Кому? Вот. Ну, тема видео. Ракетная атака томогавками, старыми американскими томогавками в Сирии, наверное, модифицированными. Запустили их 59 штук или 56. В наших новостях говорят, что, мол, только 23 томогавка долетела, куча демагогии, показывают там аэропорт сирийский, что типа там ничего не разбили, какие-то 6 учебных самолета, взлетная площадка даже типа не пострадала, ничего с аэропортом не случилось. Но на самый главный вопрос, как бы, так и не получил, я лично не получил ответа, как и, наверное, многие другие, кто смотрит внимательно информацию, анализируют ее, потому что все последние месяцы что-то слышал по телевизору про некое железное небо над Сирией, что никто не войдет в это небо, что все там будет сбиваться, нахрен, сколько там комплексов было переброшено, С-300, С-400, чуть ли не С-500, плюс всякие другие низкострельные комплексы именно для таких, как Тамагавки. Причем это уже не первый раз, как бы, вторгаются в небо Сирии, которое под железным щитом России, до этого был Израиль, и вместо того, чтобы отвечать, почему наши, так сказать, не среагировали и не закрыли сирийское небо от внешнего несанкционированного вторжения, слышим, да типа там незначительные атаки, вообще ничего не было, да? Главного ответа, почему мы не видим в новостях, например, как вот сейчас, когда Америка запустила Тамагавки, и не было таких заголовок, американские эсминцы, там корабли запустили Тамагавки, ни один Тамагавк там не долетел, все были уничтожены в небе, сбиты, там с помощью российских ПВО, вот. А слышим вот эти байки про то, что там они вообще типа ничего не сбили, ничего страшного не случилось, да вообще, ребята. Тут, короче, две версии. Первая, что значит нашей системой, как у нас не говорят, что все наше уникальное, не имеет аналогов в мире, просто тупо элементарно не могут сбить старые американские пиндосовские Тамагавки, да? Вторая версия, что еще более страшное, ну и, конечно же, и очевидно, не могу сказать, без этого очевидно, что, конечно же, как вы думаете, вся наша элита, у которых дети в той же Америке учатся, в Иерусалиме, там, в Лондоне, в Париже, дадут приказ нашим генералам, там, полководцам, сбивать ракеты своих хозяев, то есть это бред. То есть нас даже может маленькая нейтральная Швейцария завтра атаковать, и Россия в ответ ничего не сделает, Швейцария, если бы было оружие у Швейцарии, желание. Потому что все деньги, все дети, что там живут, как бы вы должны это понимать, так что тут даже не имеет значения, какое оружие, в каком количестве, в каком качестве расположено у нас. Тупо вот по этой причине. Вот. И вместо этого будем отдуваться демагогиями, что там Израиль ничего страшного не сделал, сейчас американцы ничего страшного не сделали. В принципе, свои атаки. Подразумевают, мол, только 23 долетело, другие, типа, не долетели. Это что, типа, для нашей аудитории, чтобы, типа, сказать людям, да мы их сбили, просто не признаемся. Да ни хрена не так. Если бы их реально сбили, да, то что мешает заявить об этом публично, что была проведена операция, к сожалению, все тамагавки не сбили, вот что сбили, сбили. То есть, это чисто для нашей аудитории, что у нас начнутся слухи, как героическое ПВО России расхерачило там остаток из этих тамагавков, которые, типа, не долетели. Вот. Ну, это можно предположить, что и в случае, не дай бог случись, конфликт с Россией, что никто у нас не даст приказ защищать российское небо, либо просто не окажется нужной техники. Сейчас, конечно, от меня подписываются, наверное, какие-нибудь там наши ультропатриоты, потому что, как правило, у меня такая линия канала, вот, георгиевская леточка, а я и есть патриот России. Ну, на факты нужно смотреть очевидно, а не бить себя в грудь и не кричать, что Т-72, которому же 50 лет почти, самый лучший танк в мире и не имеет аналогов в мире. Нужно смотреть на ситуацию объективно.